You are my joy, you are my song, you are the well, the one I'm drawing from. Сегодня будем говорить о долготерпении. О долготерпении. По-гречески долготерпение звучит как макротумия. Макротумия. Почти как мама миа, да? И действительно, когда речь заходит о долготерпении, то каждый из нас понимает, что было бы хорошо его иметь, правда? У кого оно есть, долготерпение из вас? У Бога есть. Аминь. А кому нравится терпеть, а еще и долго терпеть? Вряд ли, да, кому-то из нас нравится. В первом послании Петра 3.20, 1 Петра 3.20, написано, «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению водниноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Мы видим с вами, у кого есть долготерпение, и вы уже сказали, у кого есть долготерпение? У Бога. Божию долготерпению. Помните, да, как обстояли дела тогда? В истории о Ное. В шестой главе книги «Бытие» рассказывается о том, что Дух Божий говорит, не вечно быть пренебрегаемым, но и человеком. Отныне же пусть дни их будут, сколько там лет? 120 лет. Вы задумывались, что Бог еще долготерпел целых 120 лет, пока строился ковчег? А народ земли как к Богу относился? Пренебрегал. И вот я хотел бы, чтобы вы сегодня поразмыслили вместе со мной над этой очень важной для нас темой, как долготерпение. Бывало у вас в жизни такое, что вы кого-то терпите, а этот человек вами пренебрегает? Бывало? Пренебрегает. Или, например, в церкви брат или сестра грешат, вы стараетесь все делать для того, чтобы эта душа не пропала, не погибла. Проявляете любовь свою, милость. А человек пренебрегает вами. Человек не слушает вас. Не ценит все то, что делает для него церковь. В чем же должно проявляться наше долготерпение с вами? В Слове Божьем раскрыты для нас две сферы, в которых мы должны проявлять долготерпение. Две сферы. И вот первая сфера, Олег нам прочитает из послания Иакова, 5 главу, 10-11. Пример страдания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы называем блаженными тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец Оного от Господа, ибо Господь весьма милосерден и сострадательен. Итак, вспомнили мы историю Иова, да? Я хочу вас спросить, а что Иов терпел? Что он терпел? На смешке. На смешке терпел. Что еще он терпел? Физическую боль, духовную боль. Вы же помните, что он потерял? Что Иов потерял? Детей, имущество. И вот, когда мы с вами открываем первую главу Иова, 21-22 стихи, Миша нам прочитает, пожалуйста, вслух, книга Иова, первая глава. Вспомним немножко. Первая глава с 20 по 22 стихи. Иов, первая глава, с 20 по 22. Чтобы нам лучше понимать, что это за сфера такая, в которой мы должны проявлять долготерпение. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, острив голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Нак, я вышел из чрева матери моей, на кого возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословено». Во всем этом не согрешил Иов, и не произнес ничего неразумного о Боге. Итак, самая первая сфера, в которой должно проявляться наше долготерпение, это жизненные обстоятельства. Жизненные обстоятельства. Смотрите, что произошло с Иовом. Он потерял все. Все потерял, но мы видим, как он отреагировал на это. Иов, конечно, для многих недосягаемый пример долготерпения. Кстати, вы помните, как отреагировали его друзья, которые пришли к нему? Как его друзья отреагировали? Во второй главе, переверните листочек, с 11 по 13, Федор, что там написано? С 11 по 13, как друзья отреагировали, когда увидели Иова? Сидели с ним на земле семь дней, семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание ему весьма велико. Вы задумывались когда-нибудь, что друзья Иова отреагировали на то, что произошло с Иовом, намного более бурно, чем сам Иов? Иов должен был кричать, рыдать, пыль бросать над головой. Но мы с вами прочитали, как он отреагировал. И мы же с вами знаем, что в первой главе не закончились страдания Иова. Что потом еще произошло с ним, когда он потерял все? Во второй главе говорится о том, что еще и здоровье его очень сильно ухудшилось. Он весь был покрыт проказой. Итак, долготерпение должно проявляться нами самая первая сфера. Это какая? Жизненные обстоятельства. И вот, возможно, кому-то сейчас из нас приходится проходить через определенные трудности. трехнедельный семестр не такой уж и легкий. Но, что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны помнить о таких примерах, как Иов. И в Библии достаточно таких примеров, когда люди встречали любые жизненные обстоятельства с абсолютной уверенностью в Божьей доброте и милости. самая главная в жизни не обстоятельства, а наша верность Богу при любых обстоятельствах. Итак, первая сфера это жизненные обстоятельства. Давайте посмотрим вторую сферу. Что это за вторая сфера? Олег нам прочитает из Нового Завета второе послание Коринфянам 6.6. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. О! А где же здесь долготерпение? В этом стихе долготерпение слово есть? Макротумия. Макротумия здесь есть или нет? Есть. Так, это для вас задание. Отгадывайте, в каком слове здесь макротумия? Любовь долготумия. Любовь долготумия. Ну, у кого где, да, Макротумия? Великодушие. Вот в нашем синодальном переводе слово великодушие в греческом тоже сламое слово стоит, что и у Петра было. Долготерпение. А как вы понимаете слово великодушие, Олег? Великодушие. Это что такое? Великая душа какая-то, да? Ну, это умение прощать. Замечательно. И вот когда мы с вами говорим великодушный человек, долготерпеливый человек, то здесь мы с вами можем увидеть вторую сферу, это взаимоотношения, сфера взаимоотношений между людьми. Когда мы говорим о человеке, что он великодушный, это означает, что человек может, умеет общаться с другими хорошо, приветливо, по-доброму, с пониманием. Итак, вторая сфера у нас взаимоотношения. Сейчас мы откроем еще две ссылочки, которые помогут нам лучше это понять и увидеть. В послании к Ефесянам 4 глава, Иван нам прочитает послание к Ефесянам 4 главу, 1-й, 2-й стихи. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно званию, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Когда мы с вами говорим о второй сфере, о сфере взаимоотношений, где требуется от нас долготерпение, то здесь в послании к Ефесянам Павел употребляет интересное слово. Смотрите, он упоминает такое слово, как снисходя. А как это понять? Снисходя друг к другу. Вот, иногда общаешься с человеком, и ты видишь, что человек тебя не понимает. Иногда ситуации могут быть такими, что ты видишь, что человек не просто тебя не понимает, он еще и совсем тебя не понимает, да? Какие-то создают для тебя неприятности. Снисходя. То есть, когда мы снисходим, мы способны долготерпеть послание Колоссянам, третья глава, 12-13 стихи, Федор нам прочитает, пожалуйста, вслух, послание Колоссянам, третья глава, 12-13 стихи. Вот здесь употребляет Павел то же самое слово «снисходя». «Для чего мне снисходить кому-то?» Для того, чтобы долготерпеть человека. Если я не снисхожу, если я не хочу снизойти, тогда я начинаю выдвигать требования, тогда я начинаю проявлять недовольство, тогда я начинаю желать справедливости. Вот не хочу я к брату Владимиру Григорьевичу снизойти. Я начинаю требовать от него справедливости. Но я же забываю тогда о самом главном, что сделал Иисус для меня. Он же снизошел ко мне, чтобы понять, войти в мое положение. То есть, что значит снисходить? Это означает относиться к поступкам, к словам человека таким образом, чтобы это не влияло на наши отношения с человеком. Первая сфера жизненные обстоятельства, вторая сфера у нас взаимоотношения, где требуется долготерпение. И теперь самый главный вопрос, как же, как достичь этого долготерпения? Это греческое слово макротумия. Как же его достичь? Мы сами часто вспоминаем из послания Галатам 5.22 плод духа. И там четвертый плод духа долготерпения. Послание Галатам 5.22 Четвертый плод духа долготерпения. И я вам уже говорил об этом, что во мне, как и в каждом из вас, нет долготерпения, как и всего перечисленного. Это плод чей написано? Не мой плод. Духа плод. Поэтому для того, чтобы у меня было долготерпение, я должен, человек должен родиться свыше. И только тогда, позволяя духу работать во мне, я могу вырабатывать такое качество, взращивать в себе такое качество, как долготерпение. Колоссянам послание вы еще не закрыли? Первую главу давайте откроем. Посмотрим, что Писание нам говорит, как достичь долготерпения. Первая глава, это молитва апостола Павла и вот 10-11 стихи. 10-11 стихи, Федор, прочитайте вслух, пожалуйста. Да, Колоссянам первая глава 10-11. Как нам достигать долготерпения? Чтобы поступали достойно Бога, во всем уваждая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякая сила, помогущая слава его всяком терпении и великодуши с радостью. Благодаря Бога и отца после того, что у нас участие в стихе спасибо. Спасибо. С 9-го стиха по 15-й звучит молитва Павла. И брат Павел молился тогда о своих братьях и сестрах колоссах. Я думаю, что и не только о них он молился такой молитвой. В 10-м стихе есть интересный отрывочек, есть интересная фраза. Как мы можем достичь долготерпения? Здесь есть фраза познания Бога. Нашли в 10-м стихе познания Бога? Что просил Павел у Бога, чтобы его братья и сестры что в чем возрастали? В познании кого? Бога. Для того, чтобы во мне росло долготерпение, мои дорогие, я должен смотреть на кого? Я должен лучше узнавать кого? Моего Спасителя, Господа, Бога моего. То есть я должен больше концентрироваться на Боге. И вот 11-й стих, почему это нужно, почему это необходимо? Потому что в Боге есть не только образец для подражания, а в 11-м стихе, смотрите в своей Библии, тут есть такие слова всякою силою укрепляясь всякою силой, вы видите? В Боге есть не только образец для подражания, но в Боге есть еще и сила. Бог способен наделить меня силой долготерпеть. Вы же знаете такую пословицу? На человека посмотришь, усомнишься, а на Христа посмотришь, укрепишься. Если я хочу вырабатывать себе такое качество как благотерепение и не только четвертое качество, но и все остальные из послания Галатам 5.22, я должен взирать на Христа. Я должен позволять Святому Духу взращивать во мне все эти качества. И вот для нас с вами это должно быть очевидным. Смотрите, в послании Колоссянам здесь же в 3 главе с 9 по 12 стихи мы уже читали некоторые стихи. Говорите уже друг другу «Совлекись ветхого человека с делами его и облекись об нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного во всем Христе, но все и во всем Христос. «Итак, облекитесь как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердии обраду благость, смирно мудрее, кротость, долготерпение, снижая друг к другу и прощая взаимно, если кто, на кого имеет жалобу, как Христос, простил вас, так и вы». Здесь говорится, смотрите, что мы должны обновляться в познании. Десятый стих. Обновляться в познании. Что мы с вами делаем в Украинском Библейском институте? Для чего мы приходим сюда и страдаем, мучимся иногда очень сильно? Для того, чтобы обновляться в познании. Оказывается, того знания, которое есть, у меня недостаточно. Для того, чтобы вырабатывать в себе такое качество, как долготерпение, знаний всегда будет недостаточно. Я должен обновлять эти знания, что мы с вами и делаем здесь. И последний такой вот совет для всех нас. Если вам трудно, а я думаю, для всех нас нелегко иметь и взращивать все такое качество, как долготерпение, если действительно мне трудно, то что я могу еще сделать? Я могу найти для себя человека, с которого я буду брать пример. Вот у меня есть такой человек. Пример долготерпения. Когда-то апостол Павел писал Тимофею и говорил ему, бери с меня пример. И там тоже перечислено такое качество долготерпения. Если тяжело, смотрите на тех людей. Если нет такого человека, смотреть надо на кого? Аминь. И пусть Господь нас в этом укрепит и благослови. и благослови. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!